Анимированные заголовки в Elementor Pro. Как в вашем заголовке выделить часть текста и заанимировать его, чтобы привлечь внимание, как, например, вот здесь я демонстрирую. Текст выделен другим цветом и он подчеркивается некой анимацией. И там есть несколько других вариантов. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Данный плагин входит в состав Pro-версии Elementor. Соответственно, здесь он тоже находится, этот плагин, в категории Pro. Он так и называется, анимированные заголовки. Давайте посмотрим, что он может. Я перетаскиваю его на холст и сразу же мы видим демонстрацию, то есть выделение какой-то части текста и заголовка. То есть вот такой анимации это смотрится достаточно интересно и привлекает взгляд. И давайте по настройкам. Стиль, выделенный вариант и вращающийся. На самом деле, я считаю, перевод здесь не совсем правильный. Внешне это выглядит вот так. Видите, текст печатается, часть текста с заголовком потом вот так выделяется и вновь печатается. Давайте сначала посмотрим первый вариант, выделенный. Дальше формат. И вот тут идут интересные варианты. Смотрите, волнообразный, то есть подчеркивание идет линии, да. Дальше подчеркнутый, просто линии подчеркивается. Двойная, вы сразу можете видеть, да, визуальная анимация. То есть вот такая линия. Вот так вот подчеркивается. Перечеркнутый, тоже интересно смотрится. Зачеркивается и вот так вот иксом перечеркивается. Давайте оставим вот этот вариант и посмотрим, что здесь есть еще. Это страница, смотрите, это часть текста здесь. То есть просто пишите свой заголовок, выделенный текст. То есть тут тот текст вы пишите, который как раз у вас заанимировано, там подчеркивается и так далее. Просто здесь его прописываете. Если нужно добавить текст после анимированного текста, ниже текст после, пишите. Вот я здесь написал Федор, вы видите. Дальше ссылку, можно повесить ссылку на заголовок. Выравнивание. Ну текста просто лево, право, центр, на вашу смотрели. И текст для заголовка, можно выбрать здесь. По умолчанию H3. Теперь давайте рассмотрим другой вариант. То есть анимация вот этого текста. Видите, просто как будто он сразу так быстро проявляется. Flip. Это он так снизу выскакивает. Еще некая анимация. То есть есть достаточно интересные вариации, как появляться данному тексту. То же самое текст до пишется здесь. Причем, смотрите, в данном случае у нас здесь есть возможность слова менять. Вот тут вот каждое слово с новой строки. Я напишу свои. Например, школа. Дальше Федора. И Василия. То есть вот так вот меняются слова. Ну понятно, как это применить. Также текст после задается здесь. Давайте, чтобы дальше продемонстрировать возможность, я верну вот эту вот анимацию. Перейду в стиле и цвет. Цвет самой линии, смотрите. Сейчас я сделал ее оранжевую, она была зеленая. Дальше. Ширина. Смотрите. Толщина линии. Видите, она тоненькая и толстая. На передний план. Переключить на передний план. Это если что-то, наверное, заходит на нее сверху, какой-то другой элемент. Надо смотреть на практике. Закругленные края. То есть сейчас у нас эта линия, видно, она резко обрезается. И можно назначить ей такие ровные закругленные края. Дальше. Заголовок. То есть это выделит цветом именно тот заголовок, который вы выделяете. То есть подчеркиваете. То есть вот эта часть заголовка. Это у нас первая часть, которая не анимированная. Соответственно, для нее типографию можно шрифт назначить здесь. И анимированный текст. Это сам тот текст, который у нас анимируется. И тоже типографию для него. Ну а дальше уже вы разберетесь. Расширенные настройки. Здесь дефолтные настройки. И зависит уже от вашей фантазии. Тут тоже можно назначить эффекты движения и так далее. Думаю, мы этот плагин с вами разобрали. Вы найдете, где его применить. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, то вы сможете приобрести его по ссылке в описании к этому видео. Покупая плагин, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok